Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Майка Эмили и очередной Мукбанг. Правда, вам немного не видно. Здесь котлеты, 5 штук. Вкуснейшее пюре, которое я приготовила сама. Кстати, на котлеты будет рецепт в инфобоксе. У нас на канале он есть. Это необычные котлеты, куриные. Также начинается сезон арбузы дыня. У меня прям слюнки текут. Давайте начнем. Котлеточка прям горячая. Только что приготовила. Я, короче, раскинула мозгами. Наконец-то собралась силами. И решила взять отпуск. Отпуск от всего. От ютюба в том числе. И для этого теперь я снимаю видео, которые будут выходить в августе. В августе я хочу поехать в деревню. Отдохнуть там. Возможно, там поснимаю чуть-чуть контента. Но в большей степени я буду просто отдыхать. Но я не хочу пропадать с ютюбом. Я уже два месяца вперед. Думаю, что же я буду выкладывать. Вчера я сняла видео. Мотивационное. Сегодня еще хочу мукбанкать, снять, оставить. Это очень удобно в ютюбе. Ты можешь снять, смонтировать, выложить. Просто в закрытом доступе. Или, например, выложить на определенное число. И это видео автоматически опубликуется в указанное вами время. Очень удобно. Прям горячо. Я давно уже пыталась это сделать. Но у меня, знаете, какая там болезнь. Я только сняла видео. Быстро-быстро в ютюб. Причем я такая во всем. Например. Купила маме какой-то подарок на день рождения. Мама, например, на следующий день днюха. И по идее лучше будет, если я ей подарю на следующий день. Но, блин, я не могу вытерпеть. Как купила, сразу дарю. В этом плане у меня у парня вообще железное просто терпение. Некоторые вещи, которые, например, он мне дарит. Я смотрю, что он это купил очень давно. То же самое с парфюмом, например. Помните, была ситуация. Потом мы когда меняли этот парфюм, оказалось, что он его купил месяц назад. Он во всем такой. Или нет. Элементарно. Я купила квартиру, я сразу выложила в инстаграм. Сразу написала, что сегодня самый лучший день в моей жизни. Сегодня исполнилась моя мечта. То есть я не могу держать вот эту интригу. Да и сама не люблю. Натыкаюсь на видео, например. Смотрю, как, например, блогер делает маникюр. И она такая в конце. Результат в моем инстаграме. Я такая думала, блин. Неохота даже переходить на твой инстаграм. Че ж ты не показала-то, а? Конец. В этом плане вообще нетерпеливая. Что-то куплю. Любуюсь, ношу дома. Если действительно мне вещь нравится. Чтобы было не скучно, давайте поотвечаю на вопросы. Вопрос задает Зеба Юлдашева. Зеба, тебе огромный привет. Смотрю твои видео давно. Такие аппетитные видео. Интересный разговор. Хотела бы задать тебе такой вопрос. У тебя есть какие-то счастливые воспоминания с детства? Если да, то можешь рассказать заранее спасибо за ответ. Я ей сразу в комментариях написала, что отвечу в видео. Когда я в видео отвечаю, я всегда пишу в комментариях. Ну, в общем. Что касается таких приятных воспоминаний, сказать, что их было куча, у меня было супер такое насыщенное детство. Нет. Самое яркое воспоминание. Самый счастливый момент из моего детства. Момент, когда мама приехала из Москвы. Мы жили очень скромно. И много чего себе не могли позволить. Например, я в одних штанах ходила, наверное, где-то год. Как сейчас помню, такие черные штаны с бабочками. Весь год я ходила только в этих штанах. Прикиньте. В школу. И поэтому, когда тебе покупали что-то новое, настолько радовался, настолько ценил это. И ты понимаешь, что в этом тоже был свой кайф. Мама приехала с Москвы. И вы представьте, на первое необходимое не было возможности. Не то, что уж на какие-то развлечения. И мама мне дарит набор с лаками для ногтей. Не помню, сколько штук там было. То ли 12, то ли 24. Ну, огромная вот такая коробка и разные просто цвета лаков. А я обожала лаки тогда. Любовь к косметике у меня была всегда. Я просто была настолько рада. Я красила все ногти в разные цвета. Пришла в школу и все такие, вау! У тебя столько лаков! У меня было несколько мечт детства. Первая это куколка-ребенок Бэйби Бон. Кто помнит, отпишитесь. Вторая. Набор гелевых ручек. Разноцветных. И третья мечта была просто лаки. Хотя бы два-три. Мне, например, на день рождения дарили один лак. Я с экономием его использовала. Чтобы, не дай бог, он не закончился. Прикиньте. А сейчас Айка Пэй нет продукта, чтобы быстрее все закончилось. Но сказать свое детство несчастливым я не могу. Потому что в этих мелочах и заключало счастье. Возможно, если бы у меня было до хрена всего, я бы не ценила эти мелочи настолько. Когда мне мама подарила эти лаки для ногтей, я реально была настолько счастлива. Наверное, настолько счастлива я даже не была, когда я купила квартиру. Представляете? Настолько я была счастлива. Наверное, тогда я была ребенком. Мне просто казалось, как будто мне подарили яхту. Не знаю. Мама с папой, конечно, работали. Старались нас обеспечить, естественно. Мне кажется, просто в городе, в котором мы жили, я жила в городе Саратове, там не было особо таких перспектив. Или просто времена такие были, когда всем тяжело жилось. Просто я не могу сказать, что я была как-то ущемлена. В том плане, что все были богатые, а мы жили как бомжи, да, например. То есть все жили плюс-минус одинаково. Мы были где-то уже в восьмом классе, уже постарше. И уже наше состояние уже стало намного лучше. Мама начала свой бизнес, у папы там было повышение. Мы купили дом, в котором жили как раз-таки. Вернее, наш сосед продавал свой дом. А этот дом был на два хозяина. То есть получается, один дом просто разделен стенкой. И там живет сосед, а с этой стороны живем мы. Мы долго копили. Как только он решил продавать, мы купили у него эту часть. Вот. В восьмом классе у нас была девочка. Как сейчас помню, ее звали Ксюша. И она постоянно была в одном и том же. Вот как она пришла на первое сентября. В этом прикиде она была до зимы. Просто стирала, одевала. Некоторые девочки начали посмеиваться над этим. А мне мама всю жизнь говорила, говорит, если кто-то живет хуже тебя, никогда не позволяй себе в школе как-то задирать, обижать этих людей. Потому что жизнь непредсказуемая штука. Завтра она плохо живет. Послезавтра может быть ситуация, вы плохо живете, например, да. Я никогда в своей жизни как-то не смотрела свысока на людей из-за того, что, например, у них нет возможности. Например, вчера мы несколько часов разговаривали с другом моего детства, который живет в деревне. О том, о сём, про жизнь. Вот мы с ним дружим ну сколько? Лет 15 точно. Очень хороший человек. Там он рассказывает про свои какие-то отношения, что не получилось и так далее, про ошибки. Я что-то рассказываю. Он просто позвонил поздравить с квартирой и прям видно было, что человек искренне прям рад за тебя. Сейчас я иногда в Инстаграме вижу своих одноклассников. Одноклассниц. Вроде никто ни с кем не общается, у каждого своя жизнь, но и понятное дело, просто иногда очень интересно понаблюдать, кто кем стал. Кто-то очень даже успешен, у кого-то дела не очень. У всех уже дети, прикиньте. Вот говорят, что на Кавказе рано выходят замуж. Я просто беру в пример своих одногруппников, одногруппниц. У нас там почти никто не замужем. Хотя мы универ закончили уже, наверное, два года. Да, два года как закончили. Я в 19-м закончила универ. осмотрю на своих школьных одноклассников, да, почти все замужем, у всех дети. Это в России. Поэтому нельзя говорить, что где-то есть семейные ценности, а где-то нет. Все от человека зависит. Какая разница, кто где живет. На этом все. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всех люблю, целую. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует...